Осмотрим функции кнопочного ввода, в примере платы ИВ-64. Блок настроек кнопочного ввода состоит из нескольких областей. Первое это общие настройки, второе это настройки физических кнопок, и третий блок, на данный момент он отсутствует, это блок отображения физических кнопок. Он появится после того, как мы их настроим. Начну по порядку. Длительность импульса определяет длительность импульса при коротких нажатиях. Интервал измерения это тестовый на данный момент параметр, определяет режим обсчет скорости вращения энкодера для реализации его двухскоростного режима. Настройки физических кнопок. Они также состоят из двух частей. Первое это непосредственно физические подключения, и второе это эмулированные подключения. Чуть позже я объясню, что это такое. Начнем с обычных физических кнопок. Настройки состоят из двух блоков. Первое это физическое состояние, универсное, либо прямое, нормальное, обычное. Как правило, все кнопки тумблера подключаются в прямом значении, то есть универсное подключение обычно не используется. Дальше кнопки необходимо задать виртуальную функцию, то есть отображение ее на виртуальной кнопке. Как они будут себя вести. Этот параметр имеет несколько пунктов. Первое, просто кнопка. У нее также есть несколько подрежимов. Первое, это постоянное нажатие. Рассмотрим сначала его. Как мы видим, после того, как мы вывали настройку, кнопка изменила свой цвет мордюра для указания того, что она настроена. Теперь необходимо ее записать. Контроллер автоматически перезагружается. Как мы видим, в нижней области появилась одна виртуальная кнопка. Посмотрим, как она будет работать. Я пока подключаю обычную кнопку к контактной кнопке 604. Сейчас мы найдем нужный контакт. Как видим, я замыкаю физическое подключение номер 0, которое у нас один к одному отображается в виртуальную кнопку. Изменим режим этой кнопки. Как мы видим, тут, кроме постоянного нажатия, есть еще несколько режимов. Первое, это постоянные импульсы. Также число импульсов нажатия определенное число. Попробуем сначала постоянный импульс. Записываем. Нажимаем физическую кнопку. Как видим, она постоянно нажатая, но при этом виртуальная кнопка постоянно мигает. Частота нажатия виртуальной кнопки зависит как раз от параметра длительной синкруса. Можно его поставить поменьше, тогда частота нажатия увеличится. Попробуем другой режим, например. Там просто одно нажатие, которое будет соответствовать режиму работать тумблера. Теперь при замыкании физического контакта наша виртуальная кнопка один раз мигнет и погаснет. Так при каждом замыкании. Также мы посмотрим, как работает определенное количество импульсов. Например, 4. Как видим, виртуальная кнопка 4 разнажилась и погаснет. Другие функции кнопок. Одна кнопка при замыкании и при размыкании. Также имеет несколько под режимов. Под режимы только импульсные. Так как постоянные импульсы и постоянное нажатие не имеют для данного режима смысла. Поэтому только определенное количество импульсов. Например, один. В данном режиме наша виртуальная кнопка будет включаться каждый раз, когда меняется состояние физической кнопки. То есть, либо при включении, либо при уключении. Покажем на примере. Выключаем физическую кнопку. Мигнуло виртуально. Включаем физическую кнопку. Вставили снова мигнули. Следующий режим. Подобный к предыдущему, но транслируется в две виртуальные кнопки. Для данного режима уже имеет смысл постоянные нажатия и постоянные импульсы. Например, смотрим, как работает постоянное нажатие. Как мы видим, теперь у нас появилось две виртуальные кнопки. Одна работает при замыкании физической, другая наоборот. Следующий режим. Энкодер. Посмотрим чуть попозже. Циклическое переключение вперед. Данный режим реализует несколько виртуальных кнопок, управляемые от одной физической кнопки. Переключение между виртуальными кнопками происходит при каждом нажатии физической. В данном случае направление идет по возрастанию. Как только достигается последняя виртуальная кнопка, подсчет начинается с самой первой виртуальной кнопки. Посмотрим на примере пяти кнопок. Как мы видим, у нас появилось пять виртуальных кнопок. Будем постепенно, по несколько раз, замыкать физическую кнопку. Как мы видим, меняется состояние виртуальных кнопок. Они переключаются по очереди. Следующий режим. Это подобный режим, только происходит переключение в обратную сторону. Также есть переключение реверсом. То есть, когда достигается максимальная кнопка виртуальная, отсчет начинает происходить в обратную сторону. Покажем на примере. Мы достигли последней виртуальной кнопки. При очередном замыкании отсчет пошел в обратную сторону. Соответственно, достигнув первой самой кнопки, отсчет произойдет опять вперед и так далее. Дополнительный режим. Можно реализовать управление циклическими виртуальными кнопками с помощью двух физических кнопок. Это сделано таким образом. Для первой кнопки физической назначаем, например, циклическое переучение вперед. Выбираем количество виртуальных кнопок в цикле. Для следующей физической кнопки мы выбираем обратную функцию с точно таким же количеством кнопок. При этом программное обеспечение платы объединит эти кнопки в одно. Логически. То есть, как мы видим, количество виртуальных кнопок осталось то же самое, но при этом нажимая нулевую физическую кнопку, отсчет будет происходить вперед. Нажимая вторую физическую кнопку, отсчет будет происходить назад, но в пределах все тех же виртуальных кнопок. Если же количество виртуальных кнопок будет разным, то контроллер будет понимать их именно как разные кнопки. и, соответственно, создаст для каждой физической кнопки свою последовательность виртуальных. При этом, когда кнопки объединяются в логический массив, не выделяются серым цветом. Сейчас это уберется, так как мы задали разное количество кнопок в цикле. Все. Теперь эти кнопки совершенно независимые. Для каждой из них своя последовательность. виртуальных. Проверим. Это работает первая физическая кнопка. Вот работа. Второй. Все. Они независимы. Пока нам это не нужно, отключим вторую физическую кнопку. Первую тоже. Теперь рассмотрим работу энкодера. Энкодер в данном случае уже подключен к двум физическим кнопкам, которые пока не имеют никаких функций, поэтому он работает, естественно, неправильно. Зададим ему нужную функцию. Энкодер. Имеет несколько подрежимов. Первые два. Это обычный энкодер. Сохраним. Обратите внимание, что настроил я всего лишь на всего первую самую кнопку. Вторая настроится автоматически. Как видим, контроллер объединил эти кнопки в одну логическую, обозначив их серым цветом оба. Это значит, что мы настроили наш энкодер правильно. Смотрим работу. У нас появилось две виртуальные кнопки. Как мы видим, логика работы изменилась. Теперь при вращении энкодера в одну сторону нажимается только одна виртуальная и физическая кнопка. При этом физическая кнопка может иметь постоянное нажатие, а виртуальная, так как она настроена на импульсный режим, гаснет автоматически. Также можно обратить внимание на физическую кнопку, на специальную progress bar, который подсчитывает количество нажатий. Это необходимо для тестовых целей. Вращаем в обратную сторону. Как видим, все работает. Новый режим работы энкодера. Двук с красной. В данном режиме энкодер транслируется сразу в четыре виртуальные кнопки. Две из которых нажимаются при медленном вращении энкодера, а две при быстром. Настройка скорости происходит в квадрежиме. Выберем среднее значение. Также в данном режиме влияет параметр интервал измерения. Поставим его тоже в среднее значение. Как видим, появилось четыре виртуальные кнопки. Начнем вращать энкодер медленно. Как мы видим, нажимаются средние виртуальные кнопки. Один и два. Теперь применим более быстрое вращение. Нажимаются кнопки 0 и 3 в основном. Разграничение этих кнопок, как я говорил, определяется параметром скорости. Ее можно настраивать под себя. Продолжение следует...